Найм работника для посева земли за часть того, что оттуда выходит, это называется музара. Люди чуть более нахрапистые и более такие шустрые, они захватили все, что могли. Потом наши бедные люди остались, как всегда, без земли. Мусульманин должен стремиться к экономической независимости на уровне государства и на уровне отдельного человека. Самое худшее дело, когда человек вынужден ходить с протянутой рукой. В одном из хадисов сказано, если бы люди знали бы, какова награда за обработку земли, награда Ахирата, то люди одной пяди, вот пять, да, одной пяди земли не обработанной не оставили бы. Следующий договор, это у нас называется музара вальмухабара. Это музара, связанная с посевами. То есть это договор найма работника, чтобы он посеял землю. Мы на прошлом уроке рассказывали о таком же договоре относительно ухода за садом. Тут посевы. Допустим, у меня земля, у меня земля, у меня есть зерно. Или нет зерна? Сейчас тут разница между ними объясним. Есть работник, но у него нет земли. Это часто бывает. Он умеет работать, но у него земли нет. Есть человек богатый, состоятельный, у него много земли, но он не умеет обрабатывать. И он нанимает его. Вот все, полученное, потом все, уборка, все на тебе, работа твоя. Полученное делим пополам. Вот это найм работника для посева земли за часть того, что оттуда выходит. Это называется музара. Шариатская сделка. Музара. Есть еще мухабара. Разницу имам Навави, имам Рафи, они, ради Аллаху, они говорят, музара – это когда земля и семена хозяина. А мухабара – это когда работник приходит со своими семенами. У него есть свои семена, давай землю, земля твоя, допустим, это второй вид мухабара, да. Я посею, я буду все заниматься, значит, опрыскиванием и так далее. Уборка – все мое. Потом полученный результат, то есть урожай делим пополам, например. Эта сделка на самом деле чисто вот так заключать. Нашим шафидском мазхабе ученые его запретили. Они некоторые хадисы, они привели, хадисы есть действительно. Но шафидские ученые разрешили эту сделку, если, это договор, если сеется, значит, урожай в садах между деревьями. Раньше у арабов были, значит, сады, пальмовые сады, да, а там между деревьями большое расстояние. Они, чтобы земля не застаивалась, между ними сеяли там пшеницу или еще что-нибудь. Они сказали, если у тебя договор на уход за деревьями, то можно тогда и на посевы делать. А чисто на посевы нельзя. Но у нас есть несколько имамов нашего мазхаба, и есть же ханафитские ученые, Кады Абу-Юсуф, Мухаммад и другие, они разрешили. И поэтому фактически вот у нас часто мы находим в шариатском праве, что бывает порой какой-то мазхаб что-то запрещает, но он в обиходе у народа принят. Он работает, по нему заключаются договора, какой-то мазхаб разошел. Поэтому мы тоже исходим из этого. Когда есть нужда в этом, мы говорим, раз есть нужда сегодня, допустим, у человека нет денег на аренду земли, у него нет, допустим, своего зерна, но есть человек, у которого и земля есть, и зерно есть, чтобы посеять, а у него руки есть, способность есть. И в такой ситуации мы разрешаем переходить, то есть следуя за другим мазхабом, это делать. Это очень удобно было, и у нас это раньше делали, и во всем исламском мире это делалось. Почему? Потому что нужда людей, она, как говорится, первостепенная. Если кто-то есть разрешивший, мы порой переходим на это. Мы же видим сегодня, очень много бывает ситуаций, когда сегодня оно особенно актуально, так как в лихие 90-е, когда шла приватизация, люди чуть более нахрапистые и более такие шустрые, они захватили все, что могли. Потом наши бедные люди остались, как всегда, без земли. Сейчас смоешь, там у людей куча земли, но он не обрабатывает его. Хотя сейчас уже с нынешними техническими возможностями, сейчас уже легче это делать. Дело я почти все обрабатываю. Но тем не менее, если есть такая земля, то чтобы человек не сидел без дела, мы говорим, сделай такой договор, работай, но не стой. Стоять нельзя. Понимаете? Вот одна из причин упадка нашей умы, падение активности, трудовой активности нашей умы. Мы находим, что к концу своего распада Османская империя, у нее были огромные долги перед Западом. Сумасшедшие долги. В одно время она уже фактически, в начале 19 века уже полностью суверенитета у нее не было. Потому что эти кредиторы европейские, они добились, чтобы был принят закон, что они собирают уже налоги. Настолько большие долги были у Османского государства. Почему? Потому что траты государства этих султанов, их вельмож, этих людей, которые обычно не любят трудиться, были настолько высокие, там дворец построил, один султан. Потом следующий говорит, не, я в этом дворце не хочу жить, я хочу другой. А у тебя есть возможность? А он из казны вам, одолжим там. Брали потом в долги, и сельское хозяйство приходило в упадок, промышленности не было, не было развития, и как результат они начали терять суверенитет. Там что-то забрали, там право сбора денег за проход по проливу, какая-то компания отжала у них. И в конце концов оставалось, там было делом техники, разрушить этого дряхлого старца. И они это и сделали. Поэтому мусульманин должен стремиться к экономической независимости на уровне государства и на уровне отдельного человека. Самое худшее дело, когда человек вынужден ходить с протянутой рукой. Это последнее дело. Поэтому ислам, вот почему шариатское право столько разного, договоров приводит, чтобы человек искал возможность, как заработать. У меня ничего нет, сейчас ноги, ну, негде работать. Вон земля есть. Сколько земли, можно работать на земле. И если искать, консультироваться, интересоваться, и много возможностей человеку сегодня заработать. Понимаете? Поэтому это надо практиковать, это надо использовать. В одном из хадисов сказано, если бы люди знали бы, какова награда за обработку земли, награда ахирата, то люди одной пяди, вот пять, да, одной пяди земли не обработанной не оставили бы. Одной пяди бы не оставили. Настолько, Аллах вознаграждает за обработку земли. Допустим, сейчас много заброшенных земель. Можно сады делать. За съеденность нашего дерева человеком, животным, птицей, насекомым, за все идет награда человеку. Есть достоверные хадисы, чтобы, кто бы оттуда не ел, за это будет награда. У нас был дядя, рахматуллахи алейхи, человек был очень трудолюбивый. Он в нашем родном селе, у него было стадо овец, он занимался выращиванием овец. И пас там, в горах, там леса, там Казбековского района, там есть такие большие площади. Он чем занимался? Он когда пас, он все время говорит, там саженец посадит, там саженец, там прививает что-то, скрещивает. Он умер. Но я уверен, там осталось, наверное, сотни деревьев, которые он тогда еще посадил. После него сметили и люди, или животные, птицы. Кто-то все равно, оттуда что-то есть. Награда ему идет. Понимаете? Награда ему идет. Теперь, как мы сказали, это два вида есть. Музара, это когда работник, значит, приходит, без ничего, хозяин дает и землю, и семена. Мухабара, когда работник приходит со своим зерном, своим семенным материалом, и заключает этот договор. Те, кто разрешили имама, они что взяли? Они взяли Далиль, на самом деле, имама муслима, хадис муслима, достоверный хадис, в котором пророк, саллиллаху, алейкум, ассалям, он говорит, передача хадиса, анна-расула, аллаху, алейкум, аят ахля хайбар, би-шатри, ма-я-хруджу минха, минтамрин, ау-зар-ин. Что пророк передал землю хайбара к иудеям за половину выращиваемых, он тут вначале говорит, фиников и посевов. Эти, кто запретил, говорит, они имели в виду, что здесь имеется в виду, если посевы в садах. Но эти ученые сказали, нет, это не факт, что тут отдельно идет упоминание, что тоже можно.